Тайны библейских сказаний 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 была не столько война, сколько какая-то карательная акция за неповиновение израильского царя. И поэтому, когда пьяному Геннададу говорят, что из города, из ворот города выехало пара сотен каких-то юнцов, он говорит, ну, посмотрите, если они с оружием, то, говорит, если они без оружия, то привезите их сюда с почты. Если они с оружием, юнцы, непонятно зачем, возьмем их заложники, то не убивайте их, а просто плените и привезите сюда. И поскакал отряд, значит, навстречу, большой отряд. Арамейский царь подскакал навстречу вот этому отряду юнцов, и они спрятали оружие под задержкой. И только когда все приблизились, они вступили в битву. Что для тех было совершенно неожиданно. До этого они как бы демонстрировали самые мирные намерения. И естественно, от неожиданности те побежали. И в тот момент, когда в городе увидели, что они побежали, следуя приказу данному царю Ахаву, вся остальная армия, вот эти 7 тысяч всадников, выскочила из ворот, и когда вдруг совершенно пьяные, так сказать, пирующие арамейцы увидели, что на них несется несколько тысяч всадников, вот они, началась паника, естественно, и они побежали. Вот они побежали, дело закончилось полным разгромом, взяли большую добычу, убивали десятки тысяч человек, бегущих врагов. Вот, и победа была грандиозной. И то же самое Михаил снова явился к царю, Михаил снова явился к царю, и сказал следующее, что через год армияцы вернутся. Поэтому держи армию в постоянной боевой готовности. И действительно, дело в том, что мы уже с вами говорили, что на Ближнем Востоке всегда войны велись с весны до конца лета. Потому что потом начинаются дожди, пройти, всюду стоит грязь, и воевать как бы не с руки. Поэтому нам было ждать, и Аббеналдад, конечно, затаил злобу, и ждал целый год. Ждал он целый год, причем он решил отпустить всех союзных царей, оставить при себе их войско. И поставил над их войско своих военачальников. Вот армия получилась достаточно большая, мы точно знаем ее количество, но, во всяком случае, с достаточно точностью, потому что сказано потом будет, что евреи побили на поле битвы 100 тысяч человек, еще 27 тысяч погибли под стеллами города. Но это будет позже. Он подошел к городу, и дело в том, почему он пошел снова к городу, и где он встал. Его жильцы сказали ему, что ты понимаешь, почему ты потерпел провожение, потому что ты пошел воевать в горной местности. Известно, что в Самарии очень много холмов. Это было возле столицы. Самарии в той области, которая сегодня называется Самарий. А их бог говорит, которому они молятся, это бог гор. Он им и тоже их давал-то на Синае, возле горы. И все, что у них важное происходило, происходило в горах. То есть, и вообще евреи горный народ, да? Да, условно. Ну, и город Буше поднимался на гору, во-первых, он прямо ему открылся на горе, и потом дал с горы им Тору, и потом на горах происходили все самые важные события. Логично, логично. Но на равнине их бог бессилен был. Поэтому бить их нам на равнине. Поэтому армейский царь на этот раз остановился на равнине, возле города Афека. Это не современное Афека, не современное происходило Афека, это где-то в районе нынешней Афулы. Хотя есть и другие мнения, но в любом случае, это пустя на Исраильской долине, возле Афул. Современное Афулы, я имею в виду. Вот он там остановился, две армии встали, и тогда бог передал через Михея, что он разгромит, даст Ахаву разгромить армейцев, для того, чтобы доказать, что он, так сказать, он бог везде. Да, не только горный. В Батерии, на горах, на их долине не имеет значения, где он ведет свои битвы. И действительно, так сказать, когда армия встала, евреи очень сильно проигрывали численности, но в итоге они обратили в бегство армейцев. И те побежали, естественно, куда? В сторону ближайшего города, чтобы укрыться за его сетом. Города Афеки. Сто тысяч они побили по дороге, а потом городская стена еще рухнула. Непонятно, по каким причинам это было. Это тоже можно сказать, что в определенной степени чудо божье, то есть бог сделал так, чтобы они погибли под руинами города. И евреи беспрепятственно вошли в этот город, стали присоедать армию, и сам царь Бен-Ардад, он укрылся в одном из зданий, а в городе шло избиение оставшихся врагов. И он сказал, что же делать? Он укрылся не один, естественно, со своим ближайшим окружением, и его люди ему сказали, ты знаешь, что еврейские царины, на самом деле, очень милосердны своим врагам. Поэтому, если мы сейчас пойдем и попросим для себя милосердия, это вполне возможно, что Бен-Ардад, что Ахав с милостью, ведь стоит себя в живых. Обратите внимание на эту фразу, она знаковая, потому что мы всегда говорили, что не считается, что Тора и Тора, и другие книги священного писания, другие книги Зонаха говорят, что евреи вели очень кровавые воины, что они уничтожали всех своих кровавых за последнюю, что убивали женщин и детей, все историки говорят, историки все время возражают противодействия мнений и говорят, что факты свидетельствуют, что, скорее всего, это было не так. Они остались живы в ноге в ноге хаданамские народы, да и потом, ни Давид, ни Царь Соломон никогда не проявляли особой жестокости по отношению к Крадану. Все заканчивалось требованием Дании, да и зачем? Это вообще характерно для Востока. Восток ведет менее кровавые войны, чем Запад всегда, но одновременно, когда он сообщает об этих войнах, когда он пропагандирует их, то он старается их представить в самом страшном виде. Для чего? Понятно, для чего, чтобы эта вечная восточная поза, держите меня, а то сейчас пройдется море крови. Чтобы боялись, чтобы было непровадно. И эта фраза знаковая, я повторяю, стойки обращает Эдер Гибаги, она пока что на самом деле все знали, что евреи особо к крови врагов кровопролитные войны не ведут. Там есть возможность не убивать невинных людей и вообще никого не убивать, они не убивают. Поэтому несколько людей, приближенных к Бенададу, пришли, одяясь здесь, во-первых, по обресище, то есть, показали, одеясь пешковину, припоясывались, значит, веревками, просто, просто обычными веревками, припоясывались, вот в таком виде, значит, символизирующих свою глубокую скорбь и глубокое унижение. Они ездили к Бенададу, к Ахаву, и сказали, что у нас есть для себя сообщение от армейского царя Бенадада. Ахаву очень удивился и сказал, а он жив? Я не думал, что он жив. Если он жив, то как, он же царь, он брат мой. Я, естественно, готов его помиловаться. И они вернулись и сообщили, говорили Бенададу, что, да, царь Ахаву смилился, и решил сохранить его жизнь. Бенадад тоже одел мешковину, припоясывался вот этой толстой веревкой, сузловой, которая припоясывалась потом в Монаке, кстати, в Средневековье. И пошел на поклонную Ахаву и сказал ему, что он готов стать его подданным, что он готов ему вернуть все города, которые захватили армейцев и его отцов, и включая, в том числе, царя Соломона, то есть, включая Дамаск, вот, и стать его данником. И Бенадад очень, так сказать, его тепло принял и, больше того, сам помог, вернул ему его колесницу и помог за нее зайти. Вот. И таким образом был заключен беден с армейцем. И это все очень понравилось Мехиягу. Року Мехиягу, который подошел к одному из прохожих, к одному из встречных людей и сказал, что ударь меня, ударь меня как можно сильнее по лицу, по щеке, по голове. Он говорит, за что, что я тебя буду бить? Он говорит, я тебя прошу ударить. Он говорит, я не буду тебя бить, он говорит, я то, что отказался, тебя сожрет лев. Вот пророк, он тоже был с характером, вот, и вот он ему предсказал, что, что, вот, за отказ ударить его, его съесть левый, так и получилось. Этого человека съел левый. В итоге, он обратился ко второму и говорит, ударь меня. Тот, понимая, что с пророком шутки плохи, мало ли, что он им предскажет. Сейчас он ему действительно ударил так сильно, что пошла кровь. И Михаягу обвязал голову и укрылся талитом, то есть, тем, пока молитвен бакуал, который мы используем при молитве, но талит, на самом деле, в переводе с талитом это плащ, то есть, это тот плащ, который носили многие евреи. Они укрывались во время молитвы и во время дождя. Вот он укрылся талитом, значит, пророк кричит закрытым под талитом лицом, он кричит, милосердие прошу, царь, милосердие. Он говорит, в чем дело, за что ты прощишь милосердие? Он говорит, я поставлюсь сторожить одного пленного, говорит, ну, я его упустил, ну, вот так случилось. А в начале хочет меня за это пригрызть к местной казни, потому что он меня предупредил, что если я его упущу, то он меня казнит. А Рау говорит, ну, ты знаешь, вообще, ты прощишь милосердие, но суд-то был справедливый, ты упустил пленного, тебя предупредили, что ты будешь казнен, так что приговор вынесен правил. Вот тут Михиярус снимает талит и говорит, ты сам вынес себе приговор, царь, ты подтвердил мою правоту. Ты должен был, Бог сказал, что он дарует тебе победу на Дараву, но ты должен был его убить, потому что это злеящий враг Израиля. Что же ты ему сделал? Ты его отпустил и окружил почесть и за это он тебе, и теперь, говорит, Бог произносит новый приговор, что ты заплатишь за эту жизнь и будет с тобой то, что ты не сделал с царем геннадазов и с твоим народом тоже будут большие беды. Она в этом все впечатлила, он очень расстроился, вот, и поэтому он направился домой в свою столицу, в Самарию, в очень расстроенных чувствах, вот, но одновременно он не забыл сказать, что Михияр Ягу его очень расстроил, поэтому его надо закрывать кандалы и бросить в тюрьму, вот, чтобы он больше не портил настроение. Чтобы неповадно было. Нет, просто человек портит настроение, значит, он на него, чтобы на глазах не вертелся. Вот, прошло три года, было три года мира, три года благоденствия, и в этом произошло несколько, произошло еще одно важное событие, о котором мы обязательно должны рассказать, потому что это знаковое событие, и это вообще одна из историй Библии, которые должны знать все. Вот, это история с виноградником на воду. Дело в том, что возле поместья царя Ахава находилось в поместье человека по имени Навод. Навод, который был достаточно зажиточным земледельцем, у него был виноградник. Вот, и Ахаву все время хотелось завладеть этим виноградником, для чего? Он думал там разбить, с одной стороны, фруктовый сад, а с другой стороны, сделать огород, чтобы были свежие фрукты и овощи прямо ко двору. И поэтому он направился к заводу и сказал, что ты знаешь, что я хочу купить себе, мне нравится этот виноградник, давай я у тебя либо его куплю и заплачу достойную сумму, достойные деньги, либо, говорит, я тебе дал другую землю под виноградник той же площади. На что Навод зауправился и сказал, что я земля отцом не торгую, эта земля досталась мне от моего отца. Я вам напомню, что земли в Израиле во времена Иисуса Навина и Шелбинуна разделялись по надземам, сначала для кальян, потом для каждой семьи, поэтому эти земельные участки передавались с поколения в поколение. Потом, говорит, эта земля мне досталась еще при том разделе, я не хочу ее отдавать. Все это очень расстроило царя Атава, вот настолько ему сильно хотелось завладеть этим виноградником, что он перестал есть, пить и даже мысцам, как говорит Танаха, и не жал совершенно депрессией закрываться и варялся целый день. Когда царица Елизавель, видимо, он избегал также супружеской близости в эти дни, что ему же не понравилось царице Елизавель. Она подошла к мужу и сказала, чтобы узнать, что случилось, почему он так изменился. На что он ей говорит, что вот мне так хочется этот виноградник, а она вот не соглашается ей его отдать. И тут уже удивилась царица Елизавель. Чему она удивилась? Потому что она была царицей дочери царя Сидона. И она знала, что она не понимала все эти еврейские порядки. Она знала, что если царь Сидона хочет какой-то земельный участок, то он его просто отбирает и все. С этим человеком не разговаривает, с которым принадлежал участок. Но араф был, хотя он был и делопокорник, он был еврейский царь. А еврейский царь должен жизнью расследовать по закону того. Он не может его нарушить. Он не может просто так взять и отобрать чужое владение. И поэтому Агава добилась от закона. Он понимал, что приступить закон не может. А Елизавель все это казалось странным. Она сказала, слушай, ты ешь и снова возвращайся, так сказать, к нормальной жизни, иди поешь, попей, но имея в виду, что он ночью пришел к ней, а я всю эту проблему улажу. Чувствуй себя как царь. Ей показалось, что тем, что он не смог взять, сорвать виноградик на бот, он оскорбил, ему же оскорбил свою царскую достоинку. Согласно преданию, она поговорила, саганов в тексте этого нету. Она тоже пыталась его привезти, но Агава ей ответил тоже сам, что он не хочет поступить с тем земельным участком, который достался ему от отца. И вот тогда Елизавель решил объявить пост. Тогда было очень много поводов для того, чтобы объявить пост, так сказать, для того, чтобы боги послали удачу в обмен на человеческие страдания от голода или в честь преддверия какого-то праздника и так далее. Она объявила общественный пост. На общественный пост должны собраться самые знатные люди народа и среди них, значит, среди них был и Навод. Причем Навод она посадила в первые ряды, специально сделала так, чтобы его посадили в первые ряды и возле него приставила двух человек, которые должны были по окончании поста, что они и сделали, в принципе, по окончании поста они заявили, что Навод принял богохуйство и проклинал царя. Хотя на дворе не было еще тогда 1937 год, тот человек, который проклядает царя, и вообще говорит про царя гадости и про богов, которым поклонялась царица, это было преступлением, за которое полагалась смертная казнь. Значит, состоялся суд, эти двое свидетельствуют, что они своими ушами слышали, своими глазами видели, что Навод оскорблял царя и повосил богов, богов Синона, вот, и его приговаривали смертной казнь, его побили камнями, после чего Изовель, счастливая, Изовель пришла к мужу и сказала, что ну все, вот и решился вопрос. То есть, позвольте, позвольте ремарку, нет человека, нет проблемы, раз уж мы 37-й год вспоминали. Да, 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 иди и владеет этим своим виноградем. В это же самое время бог является Кильяру и рассказывает ему, что произошло, что сделал Ахав, какую очередную мерзость он сделал, или иди к Ахаву и скажи ему за то, что ты убил невин, и, кстати, труп на воду выбросили в поле, труп на воду вывысили в поле, так что собаки и бродячие псы лизали, так сказать, его кровь. Вот, и поэтому бог велитияру прийти к Ахаву и сказать, что за то, что он сотворил такую мерзость и взял чужой виноградник, то его труп, его кровь будут тоже лизать псы и кровь всех его ближних, в чай его жены Язавель, которая всю эту кашу на самом деле заварила. То есть, все зло от женщин, да? Да, да, красивая женщина, кстати, была. Ильяр является Караву, в тот момент он находит Караву, когда тот прохаживается по винограднику до вода, по своему новому владению. Когда появляется Ильяр, Карава становится стыдным. Понимаешь, в принципе, совершена позлость. Он становится стыдным, и он говорит, ну что ты пришел мне опять сказать в ракму? И Ильяр ему пересказывает то, что ему сказал бог, что теперь, что ты, во-первых, он говорит фразу, которая стала афоризмом в Ильяр. Ты убил, и ты же наследуешь. Расахтово и ораста. Эту фразу повторяют по поводу и без повода, и зрительщики очень любят эту проговорку. Это те слова, которые сказал отраву пророк Ильяр. Ты убил, и ты наследуешь. И еще и наследуешь. И вот за это, говорит, бог вынес такой приговор, что вся твоя семья погибнет, ты сам погибнешь, и собаки будут лизать вашу кровь на поле. Ваши трупы будут брошены на поле, и собаки будут лизать вашу кровь. Агауна Агава это произвел страшное впечатление. Он уже понял, что Ильяр говорит всегда не просто так, что он действительно вещает правду. Поэтому он вернулся в совершенно в дучном состоянии, стал кататься по полу, стал просить у бога прощения, наделал опять-таки бредище, то есть наделал мешковину, припоясался веревкой, стал кататься по полу, моля прощения. И молитва была его достаточно сильной. Настолько сильной, что бог ее услышал. И бог вел Ильяру передать, что он пророк Ильяру передать, что из-за того, что он увидел насколько глубоко раскаяние Агава, тот не увидит, как погибнет вся его семья. Все это произойдет уже после его смерти. Но вот то, что собаки будут лизать его кровь, это не отменяется. Потому что то, что произошло с наводом, то должно произойти и с царем Агава. В это время еще произошло еще одно важное событие, о котором мы скажем пока мельком. Дело в том, что в Израиле, в евразийском царстве тогда правил царь Ихаш-Шафат, сын царя Агсы, и он договорился царем Агавом, чтобы поженить, чтобы его сын женился на дочери Агава. Понятно, для чего это было сделано. С еврейской точки зрения этот брат был плохой, потому что жена Агава была не еврейкой, его дочь тоже считалась не еврейкой. Но с политической точки зрения это, безусловно, был мудрый ход. Приблилась возможность вновь воссоединить два еврейских царства с помощью этого брата. То есть ход был в значительной степени гениален, состоялась свадьба в Иерусалиме, очень богатые два царя там расцеловались, побогатались, и поэтому когда спустя три года выяснилось, что Бен-Адад нарушил все свои обязательства, отказывались, так сказать, признавались себя подданным, больше того, захватил город Роман-Геладский, город на голландских высотах, ну, на селе на селе, потому что мы называем голландскими высотами, то Агав моментально послал посол к Ешафату, говорит, ты знаешь, что голландские высоты это часть земли Израиля, мы не можем не выйти на войну, и Ешафат моментально прибывает в Самарию со своей армией, чтобы, да, выйти на войну против Бен-Адад и отвоевать Роман-Геладский. Здесь происходит следующее, ну, во-первых, два царя высаживаются возле торжественной встречи с Ешафатом, два царя высаживаются на два трона, недалеко послал от города, которые оба обсуждают, как они будут воевать, и вызывают четырехсот пророков, целый сон пророков, в Самарии, которые и спрашивают их, как, на ваш взгляд, закончится эта война. Они говорят, господа, ваше величество, идите на войну с миром, со спокойной головой, война закончится полным разгромом врага, наши потери будут очень веки, все будет замечательно. И Ешафату почему-то не нравится вот этот такой слишком хороший приговор, слишком уж он сладкий. Вот, он говорит, слушай, а нет у тебя какого-то другого пророка? Что-то мне кажется, что это лже-пророки. Может, у тебя есть действительно пророк истины? Тут тот вспоминает, что у него Михиягу сидит в тюрьме. И говорит, ну, есть один... То есть он уже сколько там? Три года сидит? Он скажет, видите, какую-нибудь газость только для того, чтобы досадить мне. Я его знаю. Вот ему как раз может быть не стоит верить. Он говорит, ну, давай его позовет. Приводит Михиягу и снова Михиягу начальник говорит, ну, идите на войну, победите, все будет в порядке. Но и Харшафат видит, что он говорит, явно не прав. Он говорит, послушай, скажи мне правду, что говорит Бог? Вот. Он говорит, Бог говорит, что так, как царь Архан похитил Бернагадра, то он заплатит на этой войне своей жизнью. И особой победы не будет у евреев. Но то, что погиб царь Архан это, я абсолютно уверен, это приговор. На что царь Архан по-врачу Иешафата говорит, ну, я тебе сказал, что он ничего хорошего сказать не может. Тут выходит один из этих лжепророков по имени царь Ягу, Сидякия, как его называют, царь перевозит Библию. И говорит, послушай, дает пощечину Михею. Михею говорит, он лжет. Грицарь говорит, подумай, тебе же пророк Ильяру сказал, что ты умрешь дома и псы будут лезать твою кровь на твоем поле. Как это может произойти, если ты погибешь возле Роман-Гелада на голландской песочке. Поэтому он несет чушь, надо выходить на войну. Они решили выйти на войну, но на всякий случай Аграл поменялся ролями Сирхашафатов. То есть он доверил ему командовать армией, а сам стал простым колесничем. Или стрелком на колеснице. Долго был на колеснице в этот момент. И вот армия пошла в Роман-Геладе, дошла до Роман-Гелады, началась война, и Бен-Адад дал указание любой цене, прежде всего захватить Пен или убить Ахава. Сказал, цель этой войны, и тогда война прекратится, Цель этой войны ликвидировать царя Ахава. Поэтому, когда вначале они увидели, так сказать, ставку царя, то часть армии армейцев бросилась туда, но когда они поняли, что царем, в данном случае, руководит боем Ихо Шафар, и это он в царских одеждах, они повернули, лучники стали стрелять, и одна стрела, случайно, хотя он был, кстати, в броне, в любой броне есть щель, есть стыки, одна стрела попала в стык брони к Ахаву, и тяжело его ранил, можно сказать, смертельно, потому что он начал стекать кровью, но человек, он был мужественный, это, кстати, не скрывается, и поэтому он продолжал стоять на колеснице, то ли править ее, то ли стрелять из лука, даже в таком состоянии, стекая кровью, и бой продолжался, и в итоге евреи, в принципе, одержали победу, то есть они догнали врага, город не взяли, но догнали до самых парень крови, и вот тут Ахава уже почувствовал себя плохо, понял, что надо поворачивать, а кровь взяла колесницу, вся колесница была в крови, и когда он прибыл, когда он до Шавронов, до Самарии его довезли, он уже организовал, вот, он через, скоро умер, вот, и что, надо было его прогревать, надо было отмыть от крови колесницу, так колесницу принести к речке, лежащей к ручью, который был возле Самарии, иначе ее обывать, и кровь рогала, стекала в воду, а эту воду лакали собаки. Так сбылось пророчество Ильяну, но о том, что происходило дальше, мы, наверное, расскажем в следующем нашем выпуске. Спасибо, спасибо большое, Петр Люкемсон. Дорогие друзья, программа «Тайны библейских отказаний» прощается с вами, продолжение следует, всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова